Сейчас вы услышите скандированную речь больного рассеянным склерозом. Это речь замедленная, отрывистая. Слова при этой речи распадаются на составные условия. Да, вот так. Тяжело говорить. Яна Тури Степановича 1933 года начал свою трудовую деятельность из 1949 года. И с декабря 1955 года проработал я по апрель 1957 года. Я заболел тяжелой болезнью. Это первый раз в 1959 году. Я обратился к врачу, мне врач сказал, не поднимать больше 16 килограмм. Месяца два, потом прошло, после чего я стал на свои ноги работа с цепщиком железной дороги. Потом опять это... В апреле, приблизно 20-100 числа, я опять лег в больницу. И с того времени я болею. Не могу встать на ноги, ходить самостоятельно. Шатает в сторону, потирал речь. И зрение плохо смотрю. Вот такие тяжелые пошли спеть. Не хожу я 60-го года. Да, я не хожу самостоятельно. И даже при посторонней помощи я не могу пройти 50 метров. Сон больше 7 часов не могу. Вот, плохого отца он, болезнь ухудшается. И плохо разговариваю, читать ничего не читаю. В рыбках получаю их письмо сам себе. В настоящее время чувствую я себя неважно. Беспокоит меня, особенно боли у меня нету. Но не могу движется самостоятельно. Не могу, не идут ноги мои. Трясения, руки и все в общем. Один я не хожу. При помощи маму за руку держу. И вторую руку за стенку. Меня бросает в сторону, на сторону, справа налево. У меня двойнюю глаза было. Все, я не хожу. Вот и я на улицу смотрю, идет человек. А узнать я не могу, кто. А вижу фигура идет. И большого, и маленького. А узнать, кто это идет, я не могу. Читать тоже. Вот я близко очень и с трудом, с трудом. Когда на спине лежу до горы, Лучи читать. Они не кишут. Трясется рука. А кушаю я, подерживаю левую руку правой. И кушаю с трудом. А то мама помогает. Настроение я не даю сам себе, Чтобы уношать всегда такие мысли, Что я поправлюсь и буду опять полноценным человеком.